Беларусь, Россия, Германия, Египет, Китай, Турция, Финляндия. Как перелечить все 32 краины, которые принимают удел в экономичном форме, потребны не каких-то хвилин. Разум с первониками компании приехали так само представники аккредитованных в Беларуси дипломатичных миссий. Тенденции, которые сейчас означаются у сусветной экономики, спроят активизации бизнес-относинов. Сусветная экономика снова на уздыме. Международный валютный фонд, поделивший свой деточный прогноз, и теперь рост экономики в этом и наступном годах ждет между 4%. Это додатковые доходы и инвестиции в беларускую экономику. Когда 12 годов тому в международном рейтингу по легкости ведения бизнеса Беларусь находилась на 124 позиции, то зараз на 37-й. Значный вплыв на этот процесс оказало удосконаливание инвестиционного законодавства. Сегодня это одна из проритетных задач державы, в качестве становшего приклада Гомельская область. Если взять статистику, я сегодня посмотрел, с 2011 по 2017 год в Гомельскую область инвестировано 17,7 миллиардов долларов. Это 15,6% от общих инвестиций в Республику Беларусь. И поэтому показательно, по темпам роста инвестиций она на первом месте в Республике. И я думаю, что в ближайшие 2-3 года она будет еще тверже стоять на этом первом месте. На этот раз у денег Гомельского экономического форума пропоновали 145 инвестпроектов от быдовництва цеха по вытворчеству мягких сыров до створения предприятий по выпуску гипсовой продукции. Причем притягнение инвестиций не сама мета, укладенная в экономику сродки – залог повышения добробыту ЖХРУ региона. На территории Гомельской области пропонуют не только организаторы форума. Чельский бизнес – мой намер перенести в Беларусь предприятие по вытворчеству медицинских имплантов и инструментов. Отповедный протокол подписывается под час работы форума. «Мы думаем, что это будет инвестиция приблизительно 15 миллионов евро. Это будет первый этап. И 50 работников на этой фирме. И постепенно мы хотим развивать. Поэтому нас интересует не только белорусский рынок, но прежде всего и рынок Евро-Азийской юнии». Тирот постоянных у денег у Гомельского экономического форума представники Российской Федерации «Одинная экономичная простора», дозволяя эффективно реализовывать суместные проекты по вытворчеству конкурентно-здольной продукции. У приватности зараз у Гомельского оборудования пропорционируются новые накерунки взаимодействия с Нижегородской областью. Ее представники так само приняли удел у работе экономического форума. Торговый оборот моей области, Нижегородской, с Республикой Беларусь – это свыше миллиарда за 2017 год долларов, разумеется. Больше, чем у Казахстана с Республикой или с Турцией, тоже меньше, чем в моей области. Поэтому по Горьковскому автозаводу большое сотрудничество, дойдут «Газели», соответственно, к нам «Мазы», это, естественно, Жлобинский металлургический комбинат, естественно, сельское хозяйство. И такая лечба зараз реализована, здесь находится у стады реализации 49 инвестпроектов, презентованных по часу попередних гомельских экономических форумов. Огульная сумма укладенных инвестиций – 864 миллиона долларов. Я уверен, что мы в самое ближайшее время можем значительно еще прибавить. Мы, со своей стороны, в данном случае законодатели, конечно же, тоже думаем над тем, как повысить привлекательность нашей страны. Вот буквально вчера проходило большое мероприятие в Минске, где было очень много тоже иностранных гостей. Вы знаете, практически у них нет отрицательных каких-то эмоций. Нам надо крепко подумать над тем, все вместе, чтобы все вот эти хорошие, позитивные моменты, которыми обладает Республика Беларусь и, в данном случае, Гомельщина, направить такое хорошее конструктивное русло. Олег Синчаров, Владимир Гопанько, телерадокомпания «Гомель».